Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и сегодня пятница и как мы договаривались у нас посиделки оффлайн. То есть я говорю, вы смотрите, нет прямого общения, но ждем когда будет быстрый интернет, который позволит нам снова общаться. А пока так, сегодня у меня в планах следующее, первое я хотел бы вам рассказать одну из новых лекций на русский перевести из этой книги, которую многие знают уже, кто не знает, вот она предметная фотография, очень легко на немецком я каждую пятницу перевожу по главе на русском. Сегодня мы будем разговаривать о блестящих предметах, предметах, то есть это хром. Это довольно-таки сложная тема, но вот я вам сейчас покажу одну из возможностей, как обойти эту проблему, что все, что есть в нашей комнате, отражается вот в этом хромированном предмете. Давайте посмотрим. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас ждет лекция о фотографировании хромированных изделий, особенно больших изделий. То есть мы понимаем, что это один из самых сложных моментов, когда вы фотографируете хром или изделие, вернее из хрома, и вся ваша комната, квартира или студия отражается именно в этом изделии. И это правильно, потому что законы физики никто не отменял. Поэтому давайте мы сегодня посмотрим, как из этого положения выкрутится. Начнем мы с того, что посмотрим, как будет выглядеть то, о чем я сказал. Отражение полное студии, два софтбокса там видно, да? Черное отражение, и видим вот такую уже картинку. Скажите, фотошоп? Да нет, не только фотошоп. Конечно, без фотошопа мы не обойдемся, но основную часть мы все-таки попытаемся с вами сделать действительно... Сфотографировать. Итак, первое, что мы сделаем, что напрашивается, конечно. Если мы поставим просто на белый фон наш кубок, то, естественно, вот эти черные будут белесые, и табличка вот эта будет белесая. Поэтому мы сразу сделаем следующее. Отрываем его от фона, ставим вот на стакан, допустим, поставили, да? И с левой стороны ставим отражатель, пометуя о том, что, ага, мы сейчас вот здесь как отразим, и у нас получится хром. У нас не получится, к сожалению, хром. Почему? Потому что будет пластик, ребята, будет просто так же, как некоторые пытаются засунуть в лайтбокс, да? И там сфотографировать. Но это тоже не получится. То есть получится чисто-чисто пластическая штука из пластика, но никак не хромированная. Ведь мы с вами говорили, что хром, он живет тремя вещами. То есть белое-черное. Белое-это блики. Черное-это вот такое отражение. И градиенты. Вот тогда наш человеческий глаз будет воспринимать это как хромированное или как блестящее. Давайте мы сейчас сделаем следующее. Мы немножко обхитрим эту систему. Я распечатал, сейчас поближе покажу, распечатал на двух листах А4 градиент. И поставил ее, приколол просто этими иголочками сюда. И мы увидим, что уже градиент начинает здесь получаться. Прекрасно. А что нам мешает сделать с двух сторон? Да ничего не мешает. Поэтому я так и сделал. Это вид сзади. То есть вот, видите, с обоих сторон. Вид спереди. Ага. Мы видим вот здесь уже хорошее отражение. Прекрасно. То есть половина дела сделана. И вот здесь мы наблюдаем это хорошо. При увеличении, что отражение как раз и дает этот градиент здесь. Идем дальше. Для того, чтобы это было на белом фоне, чтобы не заморачиваться, да, можно, конечно, вырезать или это. Но если мы поставим два софтбокса сзади и включим их немножко на пересвет, то, в принципе, мы автоматом получаем сзади уже совершенно белый фон. Но у нас осталось следующее. Мы теперь создаем как бы щель, через которую будем фотографировать. То есть ограничили еще, потому что вот эта щель, так она и осталась, да. Чтобы ее прервать немножко, то мы делаем вот здесь. Еще вставляем два кусочка. И в итоге видим, что у нас неосвещенный остается вот этот таблямбочка. Ну, с этим очень легко справиться. Достаточно сверху положить тоже кусочек пенопласта, и он вот ее так и осветит. Так, сейчас мы еще раз посмотрим поближе. Вот видите, все получилось. То есть эти два пенопласта с градиентами дают нам градиент. Вот здесь делается щель. Ну, можно было поставить, дырку сделать. Вот у меня просто было два кусочка, два кусочка поставил. Вот тут видно отражение еще, да, что немножко есть. Ну, это по сравнению с тем, что было, это, конечно. И вот освещена теперь сама табличка, что, в принципе, и нужно было сделать там. Ну, а дальше, ребята, дальше, вот, смотрите, много ли мы тут исправляли, смотрите. То есть вот здесь почистили немножко, вот здесь, и тут сделали такой небольшой рефлекс серый. Давайте посмотрим. Вот он, ну, как бы он лучше так выглядит, да. Здесь убралось, здесь убралось, и все практически. Мы получили с вами хромированный бокал или кубок, как хотите, назовите. И, в принципе, очень хорошо справились с этой задачей. Так что рекомендую. Напоминаю, что это один из способов. Один из способов. Но он уже показывает направление, в каком двигаться. Поэтому, счастливо, ребята, всего вам доброго, до следующей лекции. Пока. Ну, вот, как вы смогли убедиться, то есть, каким-то образом мы все-таки это победили. И вот этим способом я вам советую воспользоваться, если вам предстоит фотографировать что-то вот такое. У нас есть видео, мы снимали хромированную кружечку. Ну, это примерно так же, только немножечко, немножко по-другому, да. Хорошо. В связи с этим я сразу скажу о том, что у нас постоянно говорят, а как вот снимать так ювелирные изделия, как вот у того, у другого фотографа. Там это просто прекрасно, как это все выглядит. А я как не сниму, у меня все, какая-то гадость получается. Для этого я вам подготовил тоже коротенькое такое видео. Сейчас мы его посмотрим, дальше я его прокомментирую. Вот, давайте мы посмотрим несколько примеров. Пожалуйста. То есть, вот мы берем, ну, что это там, кольцо, или что ли, сережками, сережками. Так она выходит из-под объектива. Видно ужасное, необработанное толком поверхности. Вот они, да. Видно, фотограф там стоит, фотографирует. То есть, полностью, ну, бяка какая-то, да. И потом, с помощью фотошопа, каких-то бликов, размазывания, подмазывания, наведения граней, мы получаем уже вот такое изделие. Прекрасно. Пошли дальше. Вот это тоже один из прекрасных примеров. То есть, видно, что соутбуксы розовят. У меня они тоже, кстати, это делают. То есть, здесь превращено в черно-белое, естественно, да. И убрато все практически, да. Но сделаны очень грамотные переходы. То есть, не просто так замазали и все. Нет. Хорошие переходы сделаны. То есть, это уже практически, ребята, это уже рисунок, да. Вы понимаете. Вот еще один. То есть, так оно выглядит. Ребята, это нельзя избежать. Потому что все, что блестящая поверхность, как мы в этом уже проходили с вами уроки, перед ней стоит, она отражает. То есть, естественно, здесь будет отражаться розовый этот камушек, да. Вот он, он здесь, здесь, здесь. Здесь это все убрато. То есть, где-то в самом конце там немножечко. И при увеличении, естественно, мы видим то, что невооруженным глазом незаметно, когда на руке или на пальце это кольцо, да. Но здесь мы с ужасом видим, что оно действительно ужасно обработано. Но я встречал и очень дорогие изделия, которые точно такие же имеют каверны, такие же погрешности и так далее. И когда мне задают вопрос, до какой степени можно улучшать, а то покупатель купит, а он не такой, покупатель не будет с лупой разглядывать, если только это кольцо не сотни тысяч стоит. Он будет просто невооруженным глазом смотреть, невооруженным глазом увидеть вот это. Поэтому это вполне оправданно, это никакой не обман. Мы увеличиваем, мы делаем как в микроскопе, да. Посему я считаю, что в этом нет никакого обмана. И это я вам показываю для того, чтобы вас немножко подуспокоить, да. Что не обращайте внимания на шикарные там какие-то изделия, да. Мы видим, что это же фотошоп. То есть снять так невозможно практически. Будь ты хоть семи пяди во лбу, ты физику не изменишь. Вот опять же возьмем это очень хороший пример. Вы помните, это убийца предметного фотографа, ровное кольцо, да. И мы видим, что, как оно фотографируется. Верх его надо как-то держать, да. Во-вторых, камень не всегда будет ясный, хороший. И просто надо грамотно, если вы уже собрались обрабатывать, да, это надо делать действительно грамотно, чтобы были градиенты. Обратите внимание, какие здесь мягкие, красивые градиенты. Как все продумано, да. То есть не просто вот черный, там белый и так далее. То есть это опять же к тому, что градиентами живет. И вот это один из самых хороших примеров. Вот. Зазеркали Лайфмастеру, да. Ну вот я взял просто его изделие для примера. И показал вам, что действительно не надо отчаиваться. Надо учиться ретуши. Ну как вы убедились, дорогие друзья, чудес не бывает. Ну не бывает чудес. То есть физика есть физика, остальное – метафизика. То есть фотошоп вам в руки, умение хорошо ретушировать. Тогда ваш токазчик будет всегда доволен. Ну и еще я сегодня хотел вам сделать тоже небольшое такое видео. Хотел сделать, как я делал дверцы. Я говорил, что мы с вами будем постепенно наращивать свои умения и знания. Мы в прошлый раз делали окошечко, да. В этот раз я решил сделать двери. Но, к сожалению, я не остался доволен работой. Я вам сейчас объясню, почему. Вот, получилась вот такая дверца. Но вроде бы и неплохо. Все как вот такое кашпо можно вешать. Проблемка в том, что единственная проблема заключается в том, что дверь у меня была только коричневой краской. Поэтому пришлось красить коричневой краской. А тут бы надо было какую-нибудь серенькую или сиреневую. Да даже красную. И то было бы лучше. Но пока не было, я решил не останавливаться, не ждать, когда я там прикуплю. Я съездил в магазин, нету такой краски. Не нашел, во всяком случае. Ну, я думаю, закажу в интернете. И уже тогда перекрашу, будет симпатичнее. Я записывал этот процесс, но решил оставить его до туго, как вот я вам покажу. Если вы все-таки захотите посмотреть, как я это делал, то скажите мне сейчас в комментариях. Я подготовлю это видео. Сегодня или завтра я его запущу. И вы можете посмотреть. Ну, дверцу может каждый, конечно, покрасить, как ему хочется. Вот так, дорогие друзья. На этом я оффлайн заканчиваю. Я нахожусь сейчас вместе с вами. То есть вы можете писать комментарии. Я постараюсь на них ответить. Ну, какое-то время я с вами побуду. Хорошо? Ну, всего вам доброго, дорогие друзья. До встречи под комментариями. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...